Нагрузку, которая легла сейчас на медперсонал пензенских больниц, на совещании в областном правительстве называют запредельной. Ежедневно в регионе принимают свыше полутора тысяч вызовов. Число госпитализаций доходит до 180 в сутки. В клиниках сейчас находится 2771 пациент. На амбулаторное лечение ежедневно направляют ещё более тысячи человек с подтверждённым ковидом. Иван Белозерцев принял решение выделить из областного бюджета около 9 миллионов рублей на приобретение лекарств для тех, кто переносит инфекцию в лёгкой форме. С 1 ноября необходимые препараты можно будет получить бесплатно. Кроме того, губернатор призвал глав муниципалитетов ежедневно анализировать, насколько аптеки обеспечены антибиотиками и противовирусными. «Их стоимость, чтобы не повышалась, на это обращает внимание президент Российской Федерации. Мы должны осуществлять контроль и мониторинг. Нечастная лавка, аптечный киоск. Какой цене захотели такое продаёт? Такого не должно быть». Минздрав Российской Федерации рекомендовал женщинам в положении исключить контакты с людьми, у которых есть признаки ОРВИ. В связи с этим глава региона призвал руководителей предприятий и организаций проявить социальную ответственность и перевести беременных на удалённую работу. «Всё это можно сделать. Даже если работа женщины не связана с возможностью работать на удалёнке, но выполняет какую-то хозяйственную работу, то можно всё равно в обязанности ей вписать то, что важно для предприятия, и она будет выполнять эту работу. Этим самым мы сохраним и внесём свой вклад в поддержку материнства и детства, сохранение жизни, здоровья будущего ребёнка». На совещании также напомнили, что во всех школах региона продолжительность каникул увеличена на неделю. В этом году отдыхать учащиеся будут с 31 октября по 14 ноября.